Великий май. 78-е победное утро Надежды Хрущинской начинается с подарка, который никого не оставляет равнодушным. Под окнами квартиры специально для неё выступает оркестр. Ветеран не сдерживает эмоций. Тогда, в 45-м, люди также плакали от счастья. День Победы Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Подарочек для вас. Спасибо. Спасибо вам огромное. Высокая цена жизни. Беззаботное детство юной Нади оборвалось в 14. Девочке пришлось резко повзрослеть и пройти тернистый и страшный путь войны. Она, несмотря на возраст, трудилась на благо отчизны, доставляла ценные сведения партизанам, но стала жертвой предательства. Девушку арестовали вместе с мамой и маленькой сестрой. В тюрьме, а затем и лагере, они на себе испытали голод и холод, но, вопреки всему, выстояли. Спасибо вам, что не забываете, что нам настроение, как говорят, силы даёте на целый год. Каждый год вот так вот. Это прекрасно. Чтобы держали этот мир, не сдавались молодёжь, чтобы направлялись силы ваши на хорошие все дела. Дай Бог всем здоровья, мира, счастья. В стране проживают полторы тысячи ветеранов и около 8,5 тысяч человек, которые пострадали от фашистских захватчиков. В основном это бывшие узники концлагерей. В Бобруйске осталось всего 32 свидетеля войны. День Победы – это тот праздник, который идёт от сердца, от сердца любого человека. Потому что благодаря ветеранам Великой Отечественной войны мы сегодня имеем мирное небо, можем спокойно развиваться, строить свою жизнь. Поэтому поздравления ветеранов – это основное, что мы делаем сегодня. Война унесла каждого третьего белоруса. Три миллиона загубленных жизней и разрушенных судеб. Вот такая она – цена победы. Но Беларусь помнит. Мы – последнее поколение, которое может увидеть, услышать ветеранов, пожать им руку и сказать спасибо. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.